Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня по многочисленным запросам у нас с вами опять суши-роллы. Как я говорила ранее, я очень люблю именно горячие роллы, поэтому сегодня будут как раз-таки они. Когда я заказывала суши, я сказала, что я буду их есть одна, поэтому не надо мне класть лишние палочки. Зачем? Но все равно, как вы видите, мне положили три упаковки. Сегодня я их буду разламывать. Да, и буду пробовать делать вот так вот. Сразу говорю, не смейтесь надо мной, потому что до этого, сколько раз я не ела суши-роллы, всегда я их не разламывала. Это мой первый раз. Очень-очень-очень вкусно. Дальше. Здесь у нас с крабом. Тоже обожаю. Ой, да, он прям здесь искупался. Он прям конкретно здесь искупался. И достаточно крупные они. Как они идут, это прям нечто. Сегодня утром встала, начала лазить в ютубе. Что я делаю первым делом? Как только я встаю, я захожу в ютуб и начинаю что-то смотреть. Причем я встала сегодня очень рано. Так получилось, что я наткнулась на блогера, который как раз-таки ест суши-роллы. Все, у меня прям, меня не остановить. Бегу заказывать. Я не знаю, как в других странах, в других городах, но у нас в Баку доставки начинают работать почему-то с 12-ти с часу. А я встала в 7. И с 7 я начала ждать, пока начнут работать доставки. И первая сделала свой заказ. Это мой завтрак, ребят. На самом деле, это очень плохо, я считаю, потому что вдруг я захотела на завтрак суши-роллы. Почему нельзя работать, например, круглосуточно? Хотя бы одни суши-роллы бы работали. И то было бы хорошо. А то так сиди и жди, пока они начнут работать. С чем это вообще? Видите, я, кажется, уже научилась пользоваться вот этими палочками. Если я не ошибаюсь, имбирь нужно есть после суши-ролла, чтобы как бы вкус не перебивать. Но правила нужны, чтобы их нарушать. А, да, кстати, здесь было 26 штук. Хочу, кстати, снять для вас видео. Вспомнила креветки. Я увидела в магазине Браво огромные просто креветки. Я хочу для вас снять кукинг. Сначала, как я готовлю их. Потом, как я их кушаю, мук-панк. Я заметила, что некоторые блогеры в начале видео показывают, как они это готовят, а потом, как они это едят. Но в моем случае я обычно покупаю то, что я ем, поэтому не всегда получается снимать это для вас. Блин, как это вкусно! Вот зачем Аскфасима подсадила меня вот на эти роллы? Особенно вот эта шапочка. Я не знаю, из чего она сделана, но она невероятно просто вкусна. В первый раз я вот с такими разломленными палочками. Так что строго не судите, не пишите в комментариях, что ты не умеешь ими пользоваться. Как они быстро заканчиваются. Я изначально не стала заказывать столько, сколько я не смогу съесть. 26-30 штук, это для меня норма. В последнее время очень много ям. И это даже замечаю не только я, но и люди вокруг. Как-то один раз сидели на корпоративе, было много людей. И официант подходил, каждый раз что-то нам давал, каждый раз предлагал, не знаю, с таким подносом, приходил и говорил, вот вы будете это, вы будете это. И каждый раз, когда он что-то предлагал, я говорила, да, конечно, буду, давайте. Да, давайте. Оказывается, люди очень внимательно на меня смотрели, обратили внимание, сколько я съела. А я-то не замечаю, что люди на меня смотрят. Я занята тем, что я кушаю. Наелась там я, конечно, хорошенько. Но потом весь коллектив обсуждал, сколько же ест Айка Эмили, и почему она не поправляется. Не знаю, почему я не поправляюсь, но я очень рада этому. Наверное, это связано с тем, что я не всегда так много ем. Многие ошибочно предполагают, что если я на видео очень много ем, то потом и после видео я ем. Но это не так. То есть, если я покушала, потом уже до вечера мне ничего не хочется. Я могу в день один раз поесть. И много. Вообще, я очень люблю еду, особенно вкусную. У меня палочки упали из рук. Но у нас с вами есть еще одни. Вот зачем они кладут нам несколько штук. Все, учимся вот так вот есть. На чем мы остановились? О чем мы говорили? В общем, сижу я на этом корпоративе и ем. Во всю такая. Потом, сколько надо мной стебались на работе, что ешь, как взрослый мужик обжора. Потом мой начальник сказал, что не трогайте ребенка, пусть ест. Хорошо, что она ест. Вот такая вот история. Горячие роллы, они просто божественные. Вот Калифорния, Филадельфия. Не люблю я их. Ой, что ты будешь делать? Хорошо, что они на мое новое платье. Сегодня, кстати, выложила фотографию в этом платье. В инстаграм, разумеется. И все меня спрашивают, где я его купила. Я его купила на скидках Бонита. Не знаю, сейчас оно есть или нет. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Еще, кстати, здесь напишу название. Как я прописываю. Водичка. В последнем видео, где я ем шаурму за 30 рублей, если вы не видели, обязательно посмотрите, как я ужасно выгляжу. Когда я монтировала, я просто была в шоке. Я думала, блин, выкладывать это видео или нет. А потом, у меня не было материала, чтобы выложить на следующий день. Думаю, ничего, выложу. Ой, блин, у меня там такая страшная. Мне кажется, мы блогеры не имеем права позволять себе выглядеть в кадре неопрятно, неухоженно. Потому что люди смотрят на нас, чтобы получать удовольствие. Как-то я видел в ютубе блогершу. У нее очень много подписчиков. Наверное, где-то около полмиллиона. 400 там с чем-то тысяч. И что она делает? Она показывает бардак. Я не знаю, специально она делает этот бардак или нет, потому что видео у нее выходят достаточно часто. И каждый раз там такой срач, господи. Это, знаете, конкретно нужно постараться, чтобы сделать такой срач. Там везде бутылки от пива, не знаю, какие-то салфетки, не знаю, все валяется. Прям наш свинарник просто. И она все это снимает, выкладывает в ютуб. И у нее прям миллионы просмотров. Люди там в комментариях ее обсирают. Я не увидела ни одного положительного комментария. Там, представляете, дизлайков больше, чем лайков. Я, если честно, восхищаюсь людьми, которым все равно на чужое мнение. С одной стороны, это очень круто. То есть я ее не обвиняю ни в чем. То есть она такая, какая она есть, и она показывает это людям. Она на своем канале показывает такой трэш. То есть она не накрашенная, но опухшая, например. И она все это снимает. Она показывает свои растяжки, какие-то очень неблагоприятные вещи. Я даже не хотела бы сейчас об этом говорить. Да, конечно, я понимаю, сейчас американский ютуб удивить как-то трудно. Сейчас уже, знаете, все заняли свои места. И как-то прорваться вперед и стать популярным очень сложно, потому что уже есть топовые блогеры, которых люди смотрят. И после этого вообще с каждым годом все сложнее, знаете, стать ютубером. потому что уже есть миллионники. Она просто показывает такой трэш, которого ни у кого нет. И все, наверное, из-за этого и подписываются. Всем интересно посмотреть, поржать над ней. Смотришь, например, по ее просмотрам, она спокойно может вызвать человека, который ей все уберет, потому что просмотры там вообще шикарные. Я вообще восхищаюсь людьми, которые принимают себя такой, какая она есть. Например, она толстая, но она не хочет похудеть. Она любит себя толстой. Я всегда восхищаюсь такими людьми. Или, например, у нее не идеальные черты лица, но она считает себя красавицей. Такие люди меня очень вдохновляют, потому что я очень самокритичный человек. Когда у меня что-то не так в видео, мне сразу хочется удалить это видео, потому что мне жалко труд, который вложен. Я вообще не наелась. Вообще. Осталось 5 штучек всего. Блин, ну не могу я этими палочками. И вот теперь нам нужны третие. Смотрите, как я делаю. Я делаю вот так вот. И все готово. В последнее время я просто не могу обойтись ни день без вкусной еды. То есть, одно дело полезная еда, другое дело вкусная еда. Обязательно в день один раз я должна поесть либо шаурму, либо какой-то сэндвич, либо суши, либо пиццу. Как-то мы сидели с моим папой. Папе задали вопрос. Я не знаю, я вам рассказывала или нет. Если рассказывала, то послушайте еще раз. Папу спросили, почему ты не выдаешь Айку замуж? Вроде и желающие есть. Папа сказал так. Мне просто жалко этого парня. Она столько ест. Она столько ест. Знаете, как сложно ее прокормить? Я такая сижу, типа такая обжора на свадьбе. Мне кажется, на кусок хлеба себе я заработаю. Но это был сарказм папы. Вкусно. Хорошо, что они положили три палочки. Одни упали, другие я сломала. Осталось всего две. Иди ко мне. Я буду скучать по вам. Сегодня встала, знаете, такой супер мейк сделала. Покушаю и пойду. У меня сегодня очень важные дела. ой, последний. Ну почему ты последний? Теперь можно попить водички. Это было нереально вкусно. Я уже последнее время роллы видела во сне. Настолько я их хотела. Но я просто думала, если покупать, так снимать видео. А видео про роллы уже были. Сколько можно снимать про суши роллы. Но потом я поняла, что нет, я все-таки хочу. И как видите, васаби даже не тронуты мной. Потому что я не люблю острое. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok